здравствуйте дорогие друзья меня зовут сергей киреев я рад приветствовать вас на своем авторском канале если вы смотрите это видео судя по всему вашей жизни сошлись два фактора первый фактор то что вас интересует тема адвента и вероятнее всего в этом году вы отмечаете его у себя дома и второй фактор то что до рождества осталось примерно три недели откуда я знаю сколько осталось до рождества все просто тема этой программы вторая свеча адвента или по-другому вифлеемская свеча эту свечу зажигают ровно за три недели до рождества я надеюсь то что вы смотрели две мои предыдущие программы посвященные адвенту первое из них называлось что такое адвент где мы говорили о важности этого праздника где мы говорили о том почему верующие отмечают адвент что вообще означает слово адвент и говорили о тех хороших традициях которые эти дни могут принести в наш дом в нашу семью а вторая программа называлась первая свеча или по-другому свеча пророчества потому что как вы уже знаете первая свеча адвента называется свечой пророчества и в эти дни верующие в своих домах и в церкви говорят о пророчествах которые были предсказаны за много лет различными библейскими пророками о пришествии иисуса христа как вы уже знаете в писании более трехсот пророчеств которые исполнились в жизни христа которые говорят нам о том что христос это истинный мессия через которого нам дарованы спасение и жизнь вечная и сегодня мы вместе с вами зажгем две свечи свечу пророчества и вифлеемскую свечу но перед этим я хочу рассказать вам о значении вифлеемской свечи что такое вифлеем вифлеем это маленький городок в палестине который был бы нам совершенно неизвестен если бы о нем не упоминалось в библии если в этом городе не родились два удивительных героя священного писания во первых в городе вифлеем родился царь давид это особо человек о котором рассказывается в ветхом завете очень много и мы знаем то что он был пастухом был царем был псалмопевцем он был тем человеком который начал подготовку строительству храма он был тем человеком который воссоздал скинию и если до этого было скиния моисея то потом начала скиния давида которая была устроена совершенно по-другому где была хвала где были песнопения где воздавалась большая слава господу и знаете в писании сказано что давид был мужем по сердцу божьему и когда господь клялся давиду он говорил ему такие слова то что ты муж мой по сердцу божьему это что на твоем престоле всегда будут потомки твои и после того как давида не стало мы знаем из истории что царем стал соломон после соломона царство разделилась но на престоле иудеи всегда были потомки царя давида и также писание говорит о том что царь давид является прародителем миссии и пророк михей за пятьсот шестьдесят лет до рождества христово предсказал что мало ты вифлеем между городами иудинами но из тебя произойдет владыка израиля и не просто владыка израиля но происхождение которого одни древних то есть пророк михей предсказывает то что в этом городе родится мессия который будет сыном божьим мы знаем что это пророчество исполнилось в точности и христос родился вифлееме родился по счастливому стечению обстоятельств то что кесарь назначил перепись и его земной отец иосиф взял свою жену марию и они отправились вифлеем чтобы записаться в переписи именно в том месте где они жили изначально где они были по сегодняшнему языку скажем прописаны и когда они пришли туда для переписи то в это самое время ребенок родился и пророчество исполнилось мессия родился в том городе о котором предсказал пророк знаете для меня вифлеем очень образный город я понимаю то что мы с вами без бога были бы такими же совершенно ничего не значащими и представляющими из себя людьми но когда христос родился вифлееме сегодня этот город известен всему миру и на рождество туда приезжают несмотря даже на какую-то вооруженную опасность огромное количество людей и паломников во всех городах и весях звучит слово вифлеем и знаете когда христос рождается нашем сердце то мы открываем себя для бога мы открываем себя для небесного царства и наша жизнь превращается в совершенно новую совершенно другую судьбу что означает само слово вифлеем у этого слова есть два перевода еврейский она звучит или бет лахом или бет лахэм бет лахом переводится дом мяса бет лахэм переводится как дом хлеба поэтому значение города вифлеем это или дом мяса или дом хлеба что в целом наверное очень схожим по своему значению вообще мясо лучше есть с хлебом по крайней мере я люблю шашлык с хлебом вы знаете когда люди раньше приходили в храм то они приносили определенные жертвоприношения они приносили жертвоприношения мясные там тельцов валов и было еще хлебное жертвоприношение и вы помните когда царь давид перенес скинию и когда там прошло первое служение то после этого царь давид всем людям которые пришли на это празднество раздал три вещи он раздал им вино это образ святого духа он раздал им хлеб и раздал им мясо и каждый мужчина взял вино хлеб и мясо принес к себе домой этим поделился со всеми своими домочадцами знаете в этом есть очень серьезный образ то что когда мы с приходим в дом божий то мы набираемся в доме божьем хлеба мясо и вина и потом из дома божьего мы приносим это все свой дом свою семью туда где мы работаем чтобы тех людей которые находятся рядом с нами тоже кормить духовной пищей я уже сказал то что вино это образ святого духа а что такое хлеб и мясо сначала поговорим о хлебе бетла хэм дом хлеба хлеб иисус сказал то что хлеб сошедший с небес он сказал что отцы ваши ели манну хлеб который бог давал им но я хлеб живой и настоящий это кто будет есть меня то никогда не будет голодать также иисус сказал то что не хлебом единым будет жив человек но всяким словом божьим исходящим из уст божьих и мы понимаем что хлеб это образ слова божьего и мы должны с вами и в своих домах и тем более в церквах всегда вкушать слово божье и насыщаться им а что же такое мясо бетлахом дом мяса мясо в новом завете очень часто упоминается в посланных только мясо называется там не просто мясо а твердой пищи и апостол павел говорит ягод был готов вас кормить твердой пищей но вы еще младенцы поэтому мне приходилось кормить вас только молоком и хлебом в другом месте писали апостол говорит что твердой пищи свойственно совершенным то есть духовным людям у которых чувство навыкам приучено к развлечению добра и зла то есть мясо это тоже образ слова божьего но более глубокого более серьезного более осмысленного и укорененного внутри нас такого слова божья который по-настоящему питает нас и дает нам силу побеждать любые обстоятельства побеждать самих себя побеждать дьявола как писание сказано что юноши вы сильны слово божье пребывает вас и вы победили лукавого и так давайте подведем итог сегодняшней программы вторая свеча адвента зажигается за три недели до рождества вторая свеча адвента называется вифлеемской свечой вифлеем это город где родился царь давид и где по пророчеству благодаря тому что христос является сыном давида то есть потомком давида в этом же городе по пророчеству михея родился и сам спаситель само значение города вифлеем означает дом хлеба или дом мяса по-другому пожалуй кому какое значение нравится то и используйте потому что оба эти значения будут одинаково верными хлеб и мясо это образа слова божьего который живо и действенно внутри нас который дает нам духовный хлеб духовное пропитание который делает нас сильными и способными вести духовную жизнь и побеждать дьявола и любые обстоятельства сейчас вместе с вами давайте зажгем две свечи и во первых я зажигаю первую свечу свечу пророчества напоминаю множестве пророчеств а пришествие миссии и вторая свеча это вифлеемская свеча который говорит нам о том что мы с вами были некогда маленьким никому неизвестным городком но в иисусе христе благодаря тому что он родился в нас точно так же как он родился вифлееме у нас теперь есть огромное будущее призвание и предназначение которое он сам усмотрит и совершит я благодарю вас за то что вы смотрели эту программу я думаю то что эта программа была интересна и полезна для вас а скором времени мы снимем еще две программы которые расскажут о 3 и 4 свечах адвента также я надеюсь то что вы уже подписались на мой канал если вы еще не сделали этого то сделайте прямо сейчас нажмите кнопку подписаться и значок звоночек чтобы сразу же получать уведомления о всех новых видео я буду благодарен вам за лайки и комментарии где вы сможете рассказать о том как вы хорошо отмечаете рождество можете оставить ваши молитвенные просьбы чтобы мы в нашей церкви божьей в пензе молились за вас и благословение божьего счастья здоровья и с наступающим рождеством христовым